За последние 30 лет толстых мужчин стало в три раза больше, женщин в два раза больше, а вот толстых детей больше аж в шесть раз. Ну в общем и целом уже достаточно давно говорят о фактической эпидемии ожирения лишнего веса, которая присутствует причем как и в развитых странах, так и в странах не очень развитых. Связано это в общем-то с закономерными процессами, то есть проблемы жесткого голода сохраняются только уж совсем в полудиких государственных образованиях, в тех странах где хоть какая-то система существует, проблема голода решена, ну и как следствие вслед за периодом когда люди голодали наступает период когда люди начинают стремительно отъедаться. Это закономерный процесс, но есть и общая тенденция за счет развития информационных технологий в том числе. Все меньше и меньше нужно проявлять какой-либо физической активности, практически уменьшаются, постоянно уменьшаются те виды занятости, которые требуют именно физической работы. Все больше и больше деятельности человека переходят в раздел именно, ну условно говоря интеллектуальный. Почему условно? Потому что не всегда там задействован особый интеллект, но скорее такая операционная деятельность, которая не требует физических усилий. Плюс к этому еще и досуг тоже стал становиться максимально пассивным. То есть если там раньше речь шла только о телевизоре, то теперь у каждого свой телевизор в кармане. Я имею ввиду смартфон. В общем и целом любая информация, к сожалению, чаще развлекательного такого пассивно-созерцательного характера, реже полезная. Но тем не менее это все прямо вот внутри в кармане достал, посмотрел. То есть можно лежать на диване и залипать в YouTube, смотря канал Меднаука. Практически непрерывно это не стоит каких-то больших денег и не стоит совсем никаких физических усилий. А пищевые привычки остались еще с тех времен, когда человек достаточно имел большие физические нагрузки и соответственно ему надо было восполнять энергетический баланс. Поэтому, поскольку проблема ожирения, она касается всего и физического здоровья и психического здоровья, мы не говорим о диабетической энцефалопатии, мы не говорим о различных эндокринопатиях. Даже не затрагивая это чисто просто плохое самочувствие, просто плохая форма, она не улучшает физическое, психическое здоровье. И по поводу физического здоровья и говорить не приходится. То есть гипертония, гиперфолестеринемия, диабет это в общем-то неизбежные спутники ожирения. Поэтому, конечно, с этой проблемой надо бороться и, конечно, решать ее только по какому-то одному направлению, волшебной таблеткой от ожирения, либо какой-то волшебной мантрой, которую надо читать, не получится. Во-первых, нужны адекватные физические нагрузки, мы про них уже говорили неоднократно. Кстати говоря, не так давно было видео, где разбиралось, что у женщин физических нагрузок для того же эффекта нужно в два раза меньше, чем для мужчин. Поэтому вполне возможно, что и количество женщин, страдающих ожирениями, увеличилось в два раза за 30 лет, а мужчин в три раза. Мужчины и тут более уязвимы, что поделать. Но, тем не менее, тем не менее, 150 минут, а еще лучше 300 минут умеренно интенсивных, либо меньшее количество высокоинтенсивных физических нагрузок в неделю нужно. Это раз, да. Вещевое поведение, конечно же, питание должно быть адекватно физическим нагрузкам. Потому что, если, допустим, тот же самый ребенок носит с утра до ночи, да, там, в деревне, где-то на велосипеде, на речку, в лес, еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то, наматывает там 30-40 тысяч шагов и вообще не передвигается пешком, а только бегает, да, то он может есть сникерсы и, в общем-то, при этом быть худым, как палка. Если тот же самый ребенок лежит на диване и его на улицу граблями не выковырешь, и он смотрит в телефон, то понятно, что для него сникерсы это абсолютно недопустимый вид продукта. То есть продукты, колораж, ну и соотношение белков, жиров, углеводов должно соответствовать тем физическим нагрузкам, тому образу жизни, который ведет данный конкретный человек. Ну и это самое основное, если есть какая-то патология, уже есть какая-то патология в эндокринной сфере, соматической сфере, то, конечно, надо ее лечить еще, к тому же. Но это основное. И, конечно, понимание того, что это не просто проблема эстетическая, да, сейчас бодипозитив, наоборот, жирным вроде бы быть как-то даже и хорошо. Это проблема реального и физического, и психического здоровья, которую, если хорошо запустить, то решить становится очень сложно, а иногда и невозможно. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok